МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты нашего канала и я, Гульмуржакен. Сегодня в программе. Три с половиной жилых дома из 106. Каково жить без электричества, тепла и воды? Конфликт в общественном транспорте. Кондуктор побила школьника. Мотивы вы узнаете через пару секунд. Незрячий мальчик решил связать свою жизнь с музыкой. Она для него больше, чем хобби. Еще в 13 лет он принял решение стать музыкантом. В одном из районов города Старане люди живут в постоянном страхе. Вокруг никакой цивилизации. На улицах нет электричества, в доме нет тепла и воды. По всему району расположены заброшенные постройки. В них нашли себе приют лица без определенного места жительства. В этих зданиях часто происходят пожары, а криминал – это уже привычное дело. Этот район напоминает фильм о брошенных домах Чернобыля. Сами жители говорят. Здесь как после ядерной войны. Один из жителей, Анатолий Дзюбин, рассказывает, что возможности зарабатывать поблизости почти нет. Рядом завод РТИ. Это третий завод, построенный в Советском Союзе. Только для них там работы нет. Бывает по неделю сидим без света вообще. Бывало такое. Ну, Акимат, там вроде как, когда неделю сидим уже, да, Акимат уже начинает помогать. А так проблемы наши никому не интересуют. Вот по интернету читаем, да, там даже Назарбаеву эти снимки отсылали нашего РТИ, блин. Ну, что-то, ну, никакого эффекта мы не видим. На заработки и за свежими продуктами приходится ездить в город. В районе насчитывается 106 домов. Из них жилые – три с половиной. Один из домов заселён наполовину. С одной стороны на балконах сушится бельё, висят занавески, а с другой – разбитые окна. Но даже в жилых домах условий нет никаких. В многоэтажках люди вынуждены топить буржуйки. Ну, я топлю эту буржуйку, я устала, потому что в доме холодно. Приходится топить буржуйку, потому что в доме холодно. Влага идёт, вот эти все комары, вот эти все мошки лезут, всё из подвала. Запах ужасный. Акиматом города Сарань проводится юридическая очистка домов. Они были выставлены на торги для того, чтобы предприниматели могли приобрести данные дома и заняться их восстановлением. Но торги не состоялись, потому что не было заявок. Все эти дома были в частности собственности, для чего и проводится юридическая очистка. То есть население, ну, по известным причинам, больше не смогло там жить, в данном микрорайоне. Сейчас даже эти квартиры, которые пустующие, без окон, без дверей стоят, тоже у людей имеются ордера 90-х годов, когда выдавались им эти квартиры. Государство проводит юридические очистки в частности того, что в связи с тем, что данные дома уже долгое время не эксплуатированы с людьми, приходят они в коммунальную собственность, коммунальная собственность переводится к нам в Акимат. После этого с помощью электронных торгов мы стараемся привлечь инвесторов для восстановления данных домов. В планах властей перевести все заброшенные дома на баланс Акимата. Так сделали уже с несколькими зданиями. В большей степени у квартир есть хозяева. Но они съехались после распада Союза. Пока работники Акимата не могут дать конкретного ответа, как дальше жить в заброшенном районе. Лариса Хусейнова, Александр Цирикидзе, 1-й Карагандинский. Карагандинский школьник Сергей Анисимов снял на видео свое избиение кондуктором. По словам мальчика, кондуктор автобуса номер 70 набросилась на него с кулаками из-за потерянного ученического билета и его требований дать ему взрослый билет. У сотрудницы третьего автопарка на этот счет своя правда. В конфликте разбиралась Айма Амрина. Конфликт между восьмиклассником и кондуктором произошел 8 апреля. Со слов мальчика, он и его друзья ехали в школу. Школьник сказал, что потерял ученический билет, а кондуктор потребовала с него полную оплату, то есть 80 тенге. Получив нужную сумму, она, со слов Сергея, дала ему билет за 40 тенге, на что мальчик попросил у нее взрослый билет. Тут-то и началась потасовка, которую школьник успел снять на видео. А кондуктор с приличным стажем Гулия Асанова рассказала другие подробности скандала. Со слов женщины, она разгневалась не из-за ученического билета или оплаты за проезд. Школьники вели себя непристойно. Сергей пытался справить естественную нужду прямо на задние сидения автобуса. Он пытался написать в автобусе, а как я должна была себя вести. Я ему дала полный билет, он врет. Я его не била, а лишь пыталась вывезти из автобуса. Он и его друзья всячески провоцировали меня. Родные Сергея Анисимова намерены доказать недостойное поведение кондуктора. Она тоже намерена подать встречный иск. Руководство автопарка пояснило, что ее и так накажут. Но конфликт спровоцировал сам школьник. Ей нужно было заснять подростков первой. Чем закончатся разбирательства, решат правоохранительные органы. А мы решили узнать у горожан, сталкиваются ли они с хамами на дорогах. Как воспитана молодежь, значит молодежь что-то нагрубила. Если бы на молодежи нормально была, то было бы все нормально. Воспитание от молодежи. Кондуктор просто так же не будет наговаривать или злиться, или еще что-то. Это все как воспитание молодежи. Со стороны кондукторов и водителей это недопустимо. Это ребенок, может быть по-всякому, забыл деньги дома, не положили родителей еще. Но это надо относиться уже, тем более к детям, надо относиться помягче. Проездные, вот это не любят, ужасно проездные. Любят, грубят, бывает, даже высаживают, слышала, и школьников высаживают. Мне то, что не нравится, что долго отстаиваются, допустим, на 45-м, на Таире, вот там вот долго стоишь и ждешь, вот эти, особенно 53-й, 40-й. В Акимате города объяснили, любые нарушения правил пассажироперевозок, водителями и кондукторами должны пресекаться своевременно. Для борьбы с хамами на дорогах жители могут обращаться как в Акимат, так и в автопарки. Аймамрина Уржас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Впереди короткая реклама, а после продолжим выпуск. Не переключайтесь. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. В региональной службе центральных коммуникаций состоялся брифинг с участием Акима Карагандинской области Нурмухамбета Абдебекова на тему «Практическая реализация плана нации. 100 конкретных шагов». Глава области рассказал, что сделано и что еще предстоит выполнить в рамках реализации плана в Карагандинской области. На брифинге побывала Лариса Хусаинова. Брифинг начался со вступительного слова Акима области Нурмухамбета Абдебекова. Глава региона подробно остановился на каждой из пяти институционных реформ и рассказал о предстоящих изменениях в значимых структурах. В частности, о модернизации судебной системы и правоохранительных органов. Указом главы государства образована Академия правосудия при Пелковном суде. Ведется разработка нового юридического кодекса судей, на основе которого граждане могут обжаловать действия судей специально созданных судебно-жюри при Дерховном суде страны. До конца года все залы судебных заседаний местных судов будут оснащены новыми системами аудио-видеофиксации. Это повысит, конечно, прозрачность судебных процедур. Аким области напомнил, что с этого года начала свою деятельность местная полицейская служба, в которой работают 2702 сотрудника правоохранительных органов. За время деятельности уже было проведено более 600 отчетных встреч. По направлению «Модернизация и рост экономики» Аким области подчеркнул, что особое внимание уделено сфере земельных отношений, строительства, электроэнергетики и агропромышленного комплекса. Кроме того, Нурмахамбет Абдебеков отметил проводимую легализацию имущества и денежных средств как один из рычагов развития экономики. По области на сегодня легализовано 370 объектов. Из них 34 жилых. На общую сумму 5,6 млрд. тенге. Денег легализовано на сумму 4,8 млрд. тенге. До конца текущего года по нашим прогнозам будет легализовано еще более 300 объектов. Во время брифинга действовал колл-центр. Жители области задавали вопросы. Всего поступило около 70 звонков. Нурмахамбет Абдебеков сказал, что чуть позже более подробно разберется, что интересует жителей Карагандинского региона. Аким области дал исчерпывающие ответы на вопросы различного характера. Лариса Хусынова, Жаксулак Нуртай, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Аким Карагандинской области Нурмахамбет Абдебеков назначил нового Акима Щетского района. Им стал экс-заместитель Акима Кранаркинского района по социальным вопросам Марат Жандаулетов. Он родился в 1957 году, имеет два высших образования. Окончил Карагандинский государственный университет в 1980 году и Алматинский институт политологии и управления в 1991. Свой трудовой путь начинал учителем химии в поселке Актаз. С 1984 по 1991 годы занимался партийной деятельностью. На государственной службе с 1991 года. Работать в государственных органах начал с должности референта аппарата Акима Жанаркинского района. Затем стал заместителем Акима этого же района. Абутакимом Актугайского района стала женщина. До назначения салтаната Абеова занимала должность заместителя руководителя управления культуры, архивов и документаций Карагандинской области. Имеет высшее образование по специальности учитель немецкого и английских языков средней школы. Ранее работала учителем в селе Казаларай Актугайского района, в комсомольских и партийных органах. В 1992 году была принята на работу в аппарат Акима Актугайского района, где трудилась на различных должностях, в том числе заведующей отделом организационной и кадровой работы. Являлась заместителем Акима, а затем Акимом Актугайского района. Продолжаем выпуск. В Карагандинской области будут продолжены разведывательные работы по поиску запасов подземных вод. По итогам прошлого года в 53 сельских населенных пунктах и трех месторождениях проведены бурение скважин, геофизические исследования, пробные и опытные откачки. По словам специалистов, в 109 селах есть запасы воды, и их нужно найти. Питьевая вода не роскошь, а источник жизни. Но живительный источник на сегодняшний день есть не везде. Отдаленные села зачастую испытывают большую потребность в воде. Именно для обеспечения влагой в 2011 году и была создана программа «Ахбулак». С января 2015 года она включена в программу развития регионов до 2020 года. Срок эксплуатации подземных вод в времени составляет 25 лет. Выбор, рекомендуемый для водоснабжения скважин, базируется на выборе скважин с лучшим качеством воды, соответствующим адаптинным требованиям. Из 53 сельских населенных пунктов и трех месторождениях, 47 населенных пунктов и трех месторождениях скрыты предельственные воды. На шести участках вода не соответствует требованиям для питьевых вод по минимализации и жесткости. С 2010 года в 47 селах проведены работы по реконструкции и строительству водопроводных сетей. По 62 селам разработана проектно-сметная документация, по которой есть заключение государственной экспертизы. На поиски питьевой воды выделено 563 миллионов ценге. В этом году работы будут продолжены. Аким области Нурмухамбет Абдебеков поручил продолжать поисковые работы и подходить к данной задаче сумму. Акимов в области района представит управление энергетики и личных органов хозяйства заявок по проведению поисково-разведочных работ на населенные пункты, не имеющие заключения запасов подземных вод. Вот эту работу надо проводить. Прежде чем направлять силы и средства на разработки месторождений воды, нужно удостовериться, сможет ли село сохранить статус населенного пункта. Не лучше ли предложить населению жилье и работу в более перспективных аулах, добавил глава региона. Аймамрина Улжас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. В Карагандинской области объявлен особый режим уборки и очистки территории. Субботники начнутся уже 16 апреля. В регионе объявлен двухмесячник. Весь город закрепили за организациями и предприятиями. Подробности далее. Санитарная очистка области под бдительным контролем первого заместителя Акима региона Аслубека Дюсибаева. Сегодня чиновник провел расширенное совещание и дал задания руководителям. За каждым ведомством закрепили ответственных. Дюсибаев пообещал наградить самых отличившихся и самых отстающих. Нерадивых хозяйственников к уборке вообще не привлекать, добавил он. У меня нет средств, у меня нет силы и так далее. Я уже знаю, что есть такие средства. Уберите и сразу не привлекайте к субботникам. Пусть занимаются своей основной работой и все, голову нам не морочите. Они не помощники, они не помощники. В Казбекбийском районе города будет очищено от мусора 16 тысяч гектаров. К субботникам привлекут около 100 тысяч человек. Ликвидируют 13 несанкционированных свалок. В браках объявлено обриснение в двухмесячниках. Планируется проведение 6 субботников. Двух областных – 23 апреля и 14 мая. Двух городских – 16 апреля и 21 мая. Двух районов – 30 апреля и 28 мая. И с ней санитарно 4 года. Уборка предстоит и в Октябрьском районе. В целом будет посажено 500 саженцев и кустарников. Также предстоит побелка деревьев. Ее ослабек Дюсебаев поручил провести опытным специалистам. Деревья не должны выглядеть, как детская мазня в садике, добавил чиновник. Аймамлина Олжас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Криминальные новости. Драка около драматического театра имени Станиславского. В поле зрения камер уличного наблюдения видно, как из остановочного павильона вышел мужчина. Нетвердой походкой он направился к Карагандинцу, стоящему в нескольких метрах от пешеходного перехода. Судя по видео, можно предположить, что мужчины знакомы и находятся в состоянии алкогольного опьянения. Между ними началась потасовка. Один из дерущихся моментально сбил с ног второго и хотел было уйти, но вернулся. Шиб оппонента и продолжил наносить удары. Апофеозом драки стал сокрушительный удар ногой, после которого оппонент агрессора упал и не смог подняться. Отметим, что за потасовкой наблюдали окружающие. Никто из них не разнял дерущихся мужчин. Данное видео изучается сотрудником полка дорожно-патрульной полиции. Устанавливается личность участников инцидента, по результатам которого виновные лица будут привлечены к ответственности. Дело о пропаже несовершеннолетнего Владислава Шеллера из Тимиртау переквалифицировали в убийство. В полиции объяснили, что изменение статьи произошло из-за длительного и безрезультатного поиска 9-летнего мальчика. Статья о безвести пропавшей исчерпала свои сроки, поэтому мы применяем наиболее тяжкую статью. Поскольку все сроки прошли, а мальчик не найден, мы обязаны это сделать. Но это не говорит о том, что поиски прекратятся, заверил заместитель руководителя УВД города Тимиртау Даурен Карипаев. По словам Карипаева, полиция и поисковая группа из числа солдат делают все, чтобы найти Владика. Сейчас они прочесывают все участки повторно, ведь снег сошел недавно. Они надеются найти ребенка живым. Отец пропавшего мальчика узнал об изменении статей от журналистов. В ходе беседы он заявил, что не теряет надежду на то, что сына найдут. Напомним, 9-летний Владислав Шеллер пропал 29 декабря 2015 года. Мальчик должен был поехать к бабушке на автобусе, но так и не добрался до нее. Владислав был одет в серую куртку, черные баллоневые брюки, шапку черного цвета с зелеными буквами. К поискам пропавшего подключились волонтеры, солдаты, кинологи с собаками и полицейские. Следственная группа отрабатывала различные версии, но мальчик до сих пор не найден. Нормальная и очень даже интересная жизнь у карагандинского инвалида Кинжибека Нурдулдая. Он слеп с рождения, но усердно занимается как музыкой, так и общешкольными предметами. Екатерина Афанасьева познакомилась с необычным музыкантом. Он живет музыкой, творчество вдохновляет его и дает силы изо дня в день трудиться для достижения своей цели. Сегодня наша съемочная группа побывала в гостях у молодого музыканта Кинжибека Нурдулдая. Друзья и близкие люди называют Кинжибека просто «кенджик». Преодолевать самостоятельно различные препятствия и любые расстояния в буквальном смысле на ощупь 16-летний юноша научился так же легко и уверенно, как играет на фортепиано. Мечта Кинжибека стать профессиональным музыкантом и прославить свою страну. Кинжик хоть и не видит ничего, кроме белого света, но постоянно пользуется нотами, читать которые приходится с помощью специального шрифта для слепых. Все свое свободное время Кинжибек проводит за музыкальным инструментом. Когда я занимаюсь вот этой музыкой, я считаю, что я не нагружаю себя, а наоборот снимаю с груз. Родина подростка – город Астана. Там и проживает семья мальчика. В 8 лет Кинжибек поступил в областную специальную школу-интернат номер 1 для детей с нарушением зрения и по сей день продолжает там учиться. Сегодня он потрясающе играет на фортепиано и поет, а в будущем хочет освоить гитару и кабыз. У Кинжибека много друзей, но в список лучших входит не более четырех. Адиль Оралбаев – один из них. Мальчики дружат уже почти пять лет. Он такой человек, с которым можно делиться своими проблемами и можем даже решать все проблемы. Как говорится, верный друг, а их бывает очень мало, и поэтому мы ценим вот эту дружбу. Айгуль Смаилбекова, преподаватель по фортепиано, помнит мальчика самого первого класса. Вот уже 8 лет женщина воспитывает и учит талантливого ребенка всему, что знает сама. Неоднократно он становился призером на областных, республиканских и международных конкурсах. Он всегда был активным и любознательным, вспоминает педагог. За год освоил в совершенстве русский язык. Постоянно сам занимается, поет и играет. Есть у подростка и еще один навык. В совершенстве владеет компьютерными технологиями. Вверх он пишет музыку, ну как вот, аранжирует ее. Может резать, поднимать на тон вверх, на тон вниз. То есть он всей школе помогает конструировать ему музыку. Поэтому к нему, конечно, все обращаются в этом отношении. У Кинжибека абсолютный слух. Он выступает не только сольно. Вместе с другими ребятами поет в музыкальном квартете Дауэс. Молодые люди репетируют в стенах школы. Неоднократно мальчик участвовал в таких конкурсах, как Эншабалапан, Алые паруса, Лучик надежды. Кинжибек любит клубную музыку, особенно Хаус. Порой он сам выступает в роли диджея. Также ему нравится эстрадная и классическая музыка. Не так давно Кинжибек был приглашен на встречу с казахстанскими звездами в Астану. Ему дали советы Алмаз Кишкинбаев, Сон Паскаль и другие музыканты. Встреча прошла в дружеской атмосфере. Теперь мальчик хочет познакомиться с Кайратом Нуртасом, Сундетом Байгожиным и Жанар Дугаловой. Екатерина Афанасьева, Жаксулы Кнуртай, Александр Церекидзе. Первый карагандинский. В завершении выпуска еще об одном. Весна перешагнула порог Карагандинского областного музея изобразительного искусства. Очередная 28-я отчетная весенняя выставка Союза художников Караганды проходит там. Наша съемочная группа оценила работы художников. Выставка, посвященная Дню художника, проходит в Карагандинском музее изобразительного искусства. Кураторы выставки стремились показать состояние искусства Караганды на сегодняшний день, демонстрируя наряду с уже привычными сложившимися традициями и другие направления и стили. На выставке представлено 115 работ, включая ювелирные изделия. Основы экспозиции составили живописные работы. Это произведения уже известных художников, таких как Кишкис, Аскаров, Щеголин, Дроздов и других. Очень много интересных работ, очень много новых имен молодых художников. И много интересных работ уже профессиональных художников, наших мастеров карагандинских. Поэтому выставка весенняя, солнечная, очень интересная. Я думаю, любителям искусства, гостям города она очень понравится. На выставке царит особое весеннее настроение. Стоит отметить возрождающийся интерес у художников к скульптуре и декоративно-прикладному искусству. В работах Демина, Чеченова и Хорева используются наряду с традиционными материалами бронза, дерево и современные пластичные полиматериалы. А для карагандинского архитектора Владимира Троценко вдохновением стало авангардное искусство. На выставке он представил три работы под общим названием «Иллюзия впечатления». Каждый видит в этих картинах то, что ему интересно. Поэтому я особо не задавался целью тему какую-то показать. Разнообразие имен и жанров, техник и стилей делает выставку сродни замечательному праздничному хороводу друзей и соратников. Карагандинцы смогут увидеть и оценить работы художников до 24 апреля. Екатерина Афанасьева, Олжас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова